давайте поставим плюсики будем начинать так конечно хотелось бы чтобы было более большее количество участников нас все-таки в чате по моему более 60 человек если я не ошибаюсь ну может у людей какие-то дела у меня тоже дела поэтому начинаем чтобы не задерживаться да я говорю более 60 человек сразу хочу сказать что у нас сегодня будет конечно и мой опыт и теории изучая эту можно сказать этот продукт даже сама кое-что узнала из истории нового обязательно хочу с вами поделиться сразу скажу слайдов много но будем стараться все рассказать и применить быстро и хотя нас немного но мы как говорится в тельняшках очень хочу чтобы вы были активные и чтобы отвечали на вопросы какие у меня будут и так почему я решила выбрать эту тему потому что заметила и в инстаграм и в тик ток ну как говорится в самых таких популярных соц сетях сейчас популярно показывать его мол эффект вау какая я была то есть кого-то показывать темными кругами кого-то показывают с очень ужасным серым тусклым цветом лица или же вот как на этом слайде девушка с ужасным лицом именно у нее вы сами видите какое лицо и именно воспалительный процесс идет вовсю и она в этом видео показывает ну конечно без видео я сразу показываю какая она красотка стала я понимаю что эффект просто вал и все конечно сразу будут спрашивать а чем ты пользуешься напиши и так далее как говорится человека цен цель была продать но но и еще раз но сегодня мы об этом поговорим первую очередь лицо нужно вылечить но посмотрев аккаунт этой девушки я увидела что у нее почти все время такое лицо но первую очередь почему она такое потому что она неправильно пользуется уходовыми средствами мы эти темы с вами все изучили и как говорится эту тему я поднимать не буду но пользуется эффектом вау то 7 консилерами их куча куча видов различных тоналок и так далее сыворотки и многое-многое другое вполне возможно постоянно в итоге ее лицо не лечится а можно сказать калечится поэтому и решила поднять эту тему потому что всякое бывает да кстати юля сто процентов лицо в шоке хочется сказать немножко по другому но это результат прям вообще и я сама сколько лет занимаясь косметикой изучая и плюс тестируя все на себе могу сказать что уже ну их просто иногда сдерживаю потому что ты видишь неправильное использование всех средств уходовых в том числе и тоналки и пудры и так далее и тому подобное у людей и если ты с этим человеком как говорится хорошо общаешься то можешь что-то где-то подсказать посоветовать тем более они знают где ты работаешь но если это совершенно посторонний человек ты же не будешь лезть к нему в глаза как говорится но просто иногда так и хочется я вам тоже сколько раз говорила что лицо просто просит напоите меня но еще раз повторюсь мы сегодня никого не обсуждаем не осуждаем мы учимся и конечно план будет небольшая моя история затем истории в создании тональных кремов теория тоже есть небольшая дальше разберем наши средства faberlic не забываем что очень часто все время новые и новые средства выходят и каждодневные советы значит немного о себе впервые я попробовала тональную основу в 25 лет до этого я никогда ими не пользовалась почему потому что у меня была очень проблемная кожа куча воспалений куча комедонов куча черных точек расширенные поры и т.д. и т.п. плюс как говорится хорошую тоналку я себе позволить не могла и я логически понимала что те тоналки которые я могу купить плюс был эффект на лицо я видела это на девчонках будет забиваться во все 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 мои поры и наоборот будет подчеркивать мой эффект просто как юля написала лицо в шоке на сухой коже это все тоже было очень хорошо видно потому что прям было шелушение у некоторых девчонок от тонал да да еще раз да поэтому в 25 лет я пришла в даже чуть раньше в сетевой в всем известную компанию все вы знаете что во всех компаниях есть стартовая программа и так вот по стартовой программе я получила тогда хорошую тоналку которую конечно я решила попробовать и вот тогда я просто была в шоке и всем своим знакомым и друзьям прямо говорила я не знаю как я до этого жила без тональной основы но забегая вперед могу сказать сейчас я тональной основой почти не пользуюсь расскажу почему потому что сейчас тех проблем которые были у меня в 24 25 лет их нет и еще раз могу сказать что только благодаря продукции компании фаберлик я от них избавилась черных точек у меня нет я помню что тогда я мне даже было вы видите я такой позитивный человек даже было стремно можно сказать улыбаться потому что вот здесь все у меня было полностью в черных точках полностью то есть если улыбаешься все раскрывается сейчас поры так как была куча прыщей прыщей они у меня остались но по чуть-чуть сужается и сейчас я перед вами специально не наводила никакого марафета можно сказать сижу полностью без тоналки без ничего просто уходовая сыворотка и крем конечно так сильно вы не увидите но я очень довольна результатом который у меня сейчас есть максимум иногда могут появляться какие-то комедончики я где-то 3-4 раза в год хожу к косметологу но тех проблем что были у меня нет и плюс я подобрала себе те тональные крема которые мне идеально подходят и вот на фото вы видите два любимчика которые у меня есть всегда тональный кушон у меня уже второй первого хватило если не соврать на месяц 8 точно то есть вот где-то но сейчас просто еще холодно с апреля по сентября даже октябрь можно им сто процентов пользоваться и сс-крем я им пользуюсь то есть если куда-то какая-то фотосессия и так далее чтобы все таки было тонирование но я его использую на базу под макияж и тогда получается ну конечно непрофессиональный профессиональный но не знаю может кто-то со мной не согласится что сама по себе я профессиональный макияж не люблю на фото он смотрится шикарнейше кто со мной согласен потом поставите плюсик но если сделать опять же никого не обсуждаю не осуждаю рассказываю про себя так как у меня была одна единственная попытка на фотосессию потом я сказала никаких профессиональных макияжей максимум глаза это максимум значит так как я знаю свою специфику кожи также я знаю чем они пользуются они конечно сделают все шикарно но в итоге издали все шикарно красиво на фото все шикарно красиво но когда ты видишь себя вблизи и плюс как говорится ты же общаешься ты же находишься среди людей видны каждая порка каждая морщинка особенно вот это моя одним словом я просто оси себя была в шоке а те фото с фотосессии я девчонки просто не могу выставлять там где нас много я выставляю как говорится когда не только на тебя взгляд но там где я одна особенно если это близко я девчонки просто на себя не могу смотреть 5-7 лет плюс на той фотосессии это сто процентов а та фотосессия была если я не ошибаюсь три или четыре года назад поэтому я лично для себя сказала что профессиональных макияжей у меня не будет максимум глаза и то глаза у меня чувствительные никаких нарощенных ресниц плюс очки сами понимаете ресницы в итоге будут двигать очками поэтому как говорится в итоге если захочу все сделаю сама потому что куча всего есть и вот это два моих спасителя также база под макияж я вам покажу ее уже нет эта серия секрет у нас была шикарнейшая база под макияж но могу сказать что консистенция точь-в-точь в нашем креме блер то есть вот такая вот невесомая можно наносить и ну конечно не для каждодневного не забываем это и на губы где-то и на глазки чтобы хорошо тени носились но крем блер это просто нечто и также не будем забывать что у нас появилась серия в таком цвете фуксия это вот именно для профессионального макияжа то есть сейчас абсолютно никуда не нужно идти до серия кусается но давайте не будем забывать что профессиональный макияж это профессиональный макияж тем более у нас всех почти есть 70 процентов по чуть-чуть по чуть-чуть можно собрать все и в итоге вас будут и праймеры и консилеры и все что хотите поэтому не могла не рассказать не поделиться мало ли кто-то с таким сталкивался вот вижу у нас люди количество немного увеличивается это очень приятно ну а сейчас окунемся в историю значит самым первым вариантом тональной основы которые использовались это был 17 18 века были именно такие составляющие как белила и сталька имела туда добавлялись мука и глина плюс давайте не будем забывать что в аристократов был модный такой вот белый даже болезненный цвет кожи поэтому они все 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 делали чтобы быть бледными прибледными загорать нельзя было загорелые были только крестьяне поэтому они носили все вот такие огромные шляпы чтобы ничего нигде не было даже эффекта загара это да было тогда вот модно про балет мы тоже сегодня поговорим также дамы пользовались для придания личику самыми безумными снадобьями это был и воск и свинец дальше наносилась тонким слоем мука из риса и даже птичий помет как говорится разные были критерии и все хотели быть красивыми поэтому каждый действовал по по своему кошельку и вот именно эти все средства они не только провоцировали воспаление и прям язвы на лице но даже вот очень серьезные проблемы со здоровьем поэтому первый тональный крем вот именно нормальный тональный крем в нашем понимании был произведен только в тридцатых годах прошлого столетия и изобрела его компания макс фактор она до сих пор существует я думаю все вы о нем знаете но он был совсем не похож на тот которым привыкли люди пользоваться и из-за этого все начали говорить что так он был не такой и абсолютной подконсистенции по всему он был не такой вот поэтому и начали говорить про вред тонального крема то есть до этого чем они мазались было все окей а когда тональник появился он вреден что же входит в состав тональника сегодня это воски подобные в воском вещества различные цветовые пигменты все тот же цинк но намного в меньшей дозировке окись железа или титана масла и жиры идут и как натуральные и так синтетические эмульгаторы клетчатка для уплотнения консерванты и многое другое но кроме вот этих всех базовых компонентов состав сейчас добавляют различные масла экстракты различных растений витамины лантаин аминокислоты с антиоксидантами и даже есть гиалуроновая кислота а сейчас мы поговорим про мифы если слышали такие мифы ставим единичку значит говорят что тональник вреден для кожи если у вас есть индивидуальная непереносимость какого-то из компонентов вот в самом тональнике даже у нас фаберлик вы видите что везде есть состав да он на латинице пожалуйста google помощь как говорится бейте по отдельности каждый компонент и вам будет перевод поэтому тональник не наносит никакого вреда коже только если еще раз повторюсь он неправильно подобран но мы это сегодня будем изучать провоцируют ли тональные средства комедоны комедоны я думаю вы все знаете это такие воспалительные прыщики на лице которые как говорится расскажу как для любителей не выдавливать то есть они внутренние их могут только косметологи прокалывать не нужно ни в коем случае это все делать дома это должны делать все специалисты потому что они сначала шикарнейше очищают кожу затем распаривают ее не в бане ни в коем случае а специальными средствами и затем под лупой можно сказать смотрят на вашу кожу и прокалывают то что нужно проколоть поэтому ни в коем случае это не делаем дома это может быть правдой но только если вы будете использовать основу неправильную то есть когда кожа не дышит в основном комедоны это комбинированная жирная проблемная кожа то есть у тех кого сухая им повезло они таким не страдают можно сказать вот а сам тональник на это ни в коем случае не повлияет дальше ускоряет ли крем понятное дело тональный образование морщин если подобран правильно то нет опять же вот вернемся то что я говорила просто есть тональники которые мы неправильно наносим и они наоборот подчеркивают все наши морщины как бы они должны прятать а в итоге вау было тебе допустим там 35 вышло вау 42 поэтому неправильно подобранные тональники и очень провоцирует но понятное дело от одного-двух раз с вами ничего не станет но я лично знаю пару таких человек которые из дому не выходят без тонны грима вот поэтому конечно если у человека всю жизнь это кожа бедная не дышит конечно будет стареть лицо намного и намного быстрее ну и плюс не будем забывать что ультрафиолетовые лучи тем более мы все с вами живем в таком поясе где солнца все-таки много ну в крайнем случае я имею ввиду беларусь поэтому конечно нужно защищать лицо потому что все очень многие считают ой меня там нет веснушек у меня кожа не склонная к пигментации ой нет мне не нужны эти крема с спф в итоге это огромное заблуждение потому что неважно будь то дневной крем будь то тональный крем с спф это в первую очередь защита вашей кожи от преждевременного старения так цель любого тонального крема об этом оля мы конечно сегодня поговорим это в первую очередь для коррекции лица для того чтобы скрыть различные нюансики ту же пигментацию те же какие-то ну различные у каждого бывают там родимые пятна различные там у кого-то темные круги допустим но понятное дело туда наносим не тоналку различные консилеры и плюс разное бывает у кого-то есть какой-то шрам и также не будем забывать что нынешние тональные крема они в первую очередь ну конечно если мы ими правильно пользуемся не дают за день поступить той грязи пыли что все таки везде летает мы помним химию и физику что все состоит из микрочастиц поступить в нашу кожу то есть это в первую очередь защита нашей кожи а сейчас ответьте пожалуйста как вы относитесь и как вы пользуетесь тональными средствами если вашего ответа здесь нет ставим ноль значит если вы постоянно пользуетесь тональным кремом ставим единичку если вы не считаете нужным пользоваться и не пользуетесь ставим два если вы пробовали и не понравился эффект три не могу подобрать четыре он закупоривает поры ну поэтому и не пользуюсь пять жалко денег шесть ну и если вашего ответа нет значит ноль пока активничает у нас оля ноль какой твой ответ будет то есть о а что в вашем понимании тогда ноль так люба перешла на кушон это лучше чем ничего это сто процентов и дальше пишем свои мнения пока вы пишите мы будем дальше потому что слайдов много пробовала нравится но не пользуюсь очень хороший ответ елена об этом мы сегодня поговорим и вполне возможно вы поймете что зря это делали хорошо спасибо так 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 спасибо что пишите об этом мы как раз эти темы будут я кстати когда ну я уже вам сказала что когда я хожу к косметологу после глубокой чистки кожи я неделю точно ничем не пользуюсь ну то есть вообще один день можно просто протирать тоником умываться конечно не не на спиртовой основе благо у нас все такие и плюс я никакими тоналками не пользуюсь только немножко припудриваю так как правильно пользоваться опять же мы погружаемся в теорию можно сказать так хорошо чтобы вред тонального крема свести к минимуму особенно те кто очень и очень этого боится нужно запомнить несколько простых правил значит не используйте тональные средства летом о чем мы говорим это те тональные средства про которые мы говорили то есть если они жирные если они создают эффект маски это лучший вариант на зиму или же вот к примеру как я сказала там на какую-то там свадьбу вы собираетесь или фотосессию вот в нашем случае тогда да как говорится раз в месяц ничего сложного не будет потому что они смешиваются с кожным салом и потом всех как говорится летом потеют некоторые потеют очень и очень сильно иногда как посмотрю на девчонок что прям волосы мокрые то есть так потеют в это время ни в коем случае никаких не должно быть тоналок потому что это может привести именно серьезный вред мы сегодня говорим про кожу не про здоровье а про кожу в это время ограничиться легкой пудрой и внимание кушон тоже относится к легкой пудре только он шикарнейший вариант для жирной и комбинированной кожи также не будем забывать что в жаркую очень жаркую погоду поры все расширяются кстати это происходит когда вы любите поесть остренькое то есть кто любит очень много перца и особенно грузинскую и так далее еду где такие вот острые приправы вы не знали но поры расширяются да мы не будем забывать что вы сильно не увидите это можно увидеть под микроскопом когда ты садишься только допустим кушать и через минут двадцать тридцать тогда ты покушал но это тоже влияет на 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 расширение пор и внимание алкоголь кстати мой новый пиксель у меня есть очень крутой бокал где написано я директор мне нужно так дальше и тогда если у вас нанесена тоналка именно тогда все пигменты забиваются в поры да мы все знаем что нужно умываться помним что я рассказывала те кто любят вот именно яркие макияжи именно тоналка и так далее лучшее спасение чтобы на сто процентов очистить кожу пишем кто помнит не просто гель для умывания а вот у нас оно не так давно появилось может года два назад шикарнейшая вещь чтобы на сто процентов очистить кожу пишем кто помнит и да 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 еще раз да значит гидрофильное масло еще раз повторюсь у меня оно есть всегда но я им пользуюсь не всегда только когда наносила тоналку значит глаза смываю мицелляркой или молочком затем гидрофильное масло смывается затем только пенка и так как гидрофильное масло у нас в серии айсиул которая корейская серия вы все заметили что там тоник с распылителем я все протестировала и почему потому что когда ты умываешься гидрофильным потом гелем для умывания или пенкой если ты будешь как обычно наносить тоник ты увидишь что спонжик не спонжик а косметический диск он чистый а если ты просто умываешься гелем обязательно будет оставаться еще что-то на спонжике и в итоге получается что мы тоником вроде бы очищаем а мы просто размазываем оставшуюся грязь а вот когда мы умываемся гидрофильным маслом еще раз повторюсь сколько раз пробовала косметический диск чистейший поэтому тогда можно просто пользоваться тоником в распылении и в итоге мы не растягиваем кожу так если же вам пудра допустим кто-то считает что пудра ну не моя тема почему потому что пудра мне ничего абсолютно не помогает ничего не скрывает тогда нужно ваш тональный крем на лето заменить на флюиды сс-крема биби крема это все у нас есть при достаточном количестве но это уже не такой вред как то что вы нанесете обычный тональный крем дальше очень многие считают и огромнейшая ошибка что особенно те у кого жирная кожа они не понимают что у них допустим там тональный крем неправильно подобран или же неправильно подобраны уходовые крема они считают что так значит я заметила если я не использую крем уходовый вот дневной крем под тоналку у меня так не течет эта тоналка то есть не лоснится нет вот этого блеска значит так значит я не буду пользоваться дневным кремом это грубейшая и грубейшая ошибка дневной крем должен быть всегда всегда и еще раз всегда под любой тоналкой неважно это легкая тоналка или это тоналка с эффектом маски просто не нужно наносить тоналку сразу поверх крема конечно он не успел еще впитаться а у каждого крема своя специфика свои сроки впитывания а мы быстрее наносим тональный крем тем более если он жирный конечно начинает все скатываться скатывается и тоналка и мешает сам по себе дневной крем конечно конечно поры по чуть-чуть по чуть-чуть да обязательно обязательно увлажнять я например сама с этим столкнулась у меня правда эта серия заканчивается вы знаете что я люблю пользоваться сериями и вот меня сейчас заканчивается тоник уже закончился серия доктор кор постакне и вот это крем он вроде бы не жирный но он очень долго впитывает впитывается и несмотря на то что я пользуюсь кушоном даже кушон скатывался поэтому я поняла что нужно на минут пять дольше подождать в итоге как говорится нанесла крем потом пошла собираться бла-бла-бла накрасила глазки крем впитался и только потом кушон ну конечно бывает мы иногда спешим ничего не успеваем тогда я лучше не буду пользоваться кушоном просто припудрусь но вот чтобы это где-то все скатывалось некрасиво смотрится и обязательно перед тем как наносить тональную основу используйте базу под макияж еще раз повторюсь тональная основа имеется полноценная тональная основа но незаменение как у меня допустим кушон здесь можно без базы под макияж стойкие варианты кремов использовать не чаще про это тоже поговорим стойкие варианты кремов использовать не чаще, одного раза в 3 или 4 дня. Мы знаем, что стойкие крема берут те, у кого жирная комбинированная лосница кожи, поэтому они берут стойкие. Но еще раз повторюсь, это не для каждодневного, они создают эффект маски. Да, они шикарные, ты себя чувствуешь шикарнейше, но это не значит, что каждый-каждый день им пользоваться. И, опять же, не забываем, что нужно правильно смывать. Про это мы уже говорили. Так, про салфетку. Значит, салфетка промокнуть крем тоже можно, но, опять же, зависит от того, какой крем. Некоторый крем видно, что он у тебя остался, а некоторый крем как бы не видно. И, кстати, последний раз я, когда была у косметолога, пока помню, как говорится, поделюсь. Я лично это не знала. Я считала, что эффект, ну, специфика пудры для этого и создана. Оказывается, когда вы вот нанесли, ну, там, кремики, затем тональный крем или же там сыворотка или еще что-нибудь, затем припудрили, показываю свои пудры. У меня уже нет рассыпчатая здесь буквально чуть-чуть осталась. И мне очень понравилась пудра для лица SkinSense, артикул 6459. Она универсальный цвет, хотя сначала наносишь, вроде бы кажется светлая. Предупреждаю вас сразу, здесь есть какой-то запах, как будто, как аптечные средства. То есть она идет именно лечебная. Когда вы наносите, сначала вроде бы видно полосы, потом она подстраивается под цвет кожи. Я просто к чему? Что хорошо припудрить кожу. Опять же, я как обладательница жирной кожи, что всегда делала? Ага. Значит, особенно на лбу появляется вот эта лоснистость. Меня пудра всегда с собой. И в итоге я что делаю? Бац, 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 припудрила красивенько. Все размазала, можно сказать, на лице. Оказывается, это грубейшая ошибка. Вы сегодня уже где-то ходили, ездили, с кем-то общались. Опять же, куча везде микрочастиц, куча везде различных бактерий. Они вроде бы у вас поселились где? На поверхности лица. Ну, в данном случае про себя я говорю. Это лоб. А я что взяла? А я, кроме того, что размазала вот эти микрочастицы, я еще и помогла им питаться поглубже. Потому что я опять сделала, да, 64-59, я опять сделала матовое лицо. Поэтому для этого должны быть матовые, матирующие, сухие салфеточки. Раньше они у нас в Фаберлик были. Их там, по-моему, 20 штук. Они как светящаяся бумага. Я даже не знаю. Они очень-очень тонюсенькие, но именно ими нужно матировать лицо любое, а не пудрой. И вот еще раз повторюсь, век живи, век учись. Это я узнала не на прошлом, а позапрошлом раз в посещении косметолога. И опять же, про это мы тоже говорили, не наносить средства в десяток слоев. Ни в коем случае. Мы превращаем эффект в маску. И, сами понимаете, это тяжелее смыть. Опять же, привожу пример TikTok. Очень часто бывает, что у тебя просто эффект вау. Там видно, что миллион слоев тоналки. Она берет просто салфеточку и все-все-все-все просто стерла. Там салфеточка для снятия макияжа. И уже показывает себя без макияжа. А извините, а умыться? А умыться хорошо после твоей тоны? Она это, конечно, сделала. Но на видео она это не показала. Она просто показала, что у нее шикарные салфетки, которые вот эту тону сняли. Поэтому еще раз повторюсь. Как говорится, смотришь, смотри, но всегда анализируй и делай правильно. Как правильно подбирать тональный крем? Опять же, у нас идет сейчас просто теория. Во-первых, их сейчас огромное-преогромное количество. И опять же, не будем забывать про типы кожи. Мы все с вами это изучили и вы все знаете. Итак, перед основной задачей нужно, всегда все хотят матовое покрытие, чтобы было ровненькое, красивое лицо, без различных воспалений, без различных нюансов. Каждый, как говорится, знает свои нюансы. Но кроме этого, нужна и защита от внешних факторов. То есть, то, что я сказала, различные микроэлементы, различные бактерии и так далее и тому подобное. На средстве должно быть написано oil-free. В составе должны быть экстракты семян айвы, корня солодки. Это мы говорим про жирную кожу, которая регулирует выделение кожного жира. Также в составе должен быть, внимание, летучий силикон и деметикон. То есть, это маслоподобное вещество. То есть, легко такие тоналки размазываются. Опять же, хочу сразу обратить внимание, вот эти все легкие тоналки, BB, SS и так далее, их наносят сугубо руками, конечно, пальчиками. То есть, конечно, руки должны быть чистые. Ни кисти, ни спонжики, ничего. Они то нанесут, но так как это такие жиденькие средства, их много останется в том же спонжике. И у вас будет просто ого-го какой расход. А пальчиками вы хорошо, конечно, по массажным линиям нанесете где надо и не будет нигде излишка. Это 100%. Дальше вообще существуют тональные средства, которые контролируют количество сала. На коже в их составе есть крахмал, каолин или же тальк. Чего не должно быть в тональной основе, так это ланолина. Он будет загрязнять широкие поры дермы с повышенным образованием сала. Опять же повторюсь, кому интересно, я вчера вечер посидела, у нас есть на все случаи жизни средства, я имею ввиду тональные крема, просто нужно их изучить. Крем должен иметь консистенцию пожиже, об этом я уже сказала. И иметь хорошее количество увлажняющих веществ. Но если это называется просто увлажняющий тональный крем, значит для жирной кожи он не подойдет. Он, конечно, подойдет, но будет то, что я говорила. Он будет... Обо всем мы будем рассказывать. Чуть позже все будет. Сейчас у нас просто теория. Также хорошо будет, если в тональном креме есть оливкое масло, гиалуроновая кислота, такоферол с ретинолом. Тональный крем должен обладать лифтинговым эффектом, то есть от 25 лет 100%. Ну, конечно, в 25 можно выглядеть как в 35, а можно в 25 выглядеть на 20-18. Поэтому смотрите по своему состоянию кожи. И должен иметь разглаживающее свойство. Вот. В тональном креме не должно быть масел и жировых компонентов. Но, опять же повторюсь, должно быть побольше ретинола, аскорбина, такоферола, витамина F. Здесь, кстати, написано витамин Е. Дальше на латинице зеленый чай. Дальше вытяжки из виноградных косточек. Все возможные другие антиоксиданты. Также хорошо, если есть салициловая кислота. Но, вот забыла, чайное дерево, вот. Оно еще сильнее, чем салициловая кислота. Но, опять же, повторюсь, это все для жирной кожи, для тех, кто хочет, чтобы был матовый финиш. В составе должны быть, опять же, ретинол, такоферол, также диоксид титана или мико, то есть пигменты, которые отражают свет. У нас есть специальное тональное средство со светоотражающими частицами. И тогда выходит, что на самом деле идет вот такой эффект омоложения. У нас есть два крема, сыворотка и крем всего лишь серии BioGlow с жемчужным эффектом. Вот там тоже идет светоотражающие частицы. Мне они очень нравятся, опять же, повторюсь, так как я тональным пользуюсь очень редко, в итоге поверх светоотражающих или кушон, или же без кушона пудра, и в итоге мега крутой эффект. Так, да, все правильно, я думала, перескочил. Дальше, как правильно подбирать? Опять же, чтобы предупредить старение зрелой дермы, то есть кожи, нужно ее освежать. Очень видно зрелую кожу, если у человека сухая кожа. Очень и очень видно. Тогда идут микро-микро морщиночки. Особенно, если неправильно подобран тональный крем. В итоге этот тональный крем, можно сказать, залазит, попадает в каждую-каждую морщиночку, и в итоге, девчонки, просто ужас, а не лицо. Ты, наоборот, во-первых, и подчеркнула свой возраст, и плюс ты еще прибавила энное количество лет. Поэтому должен быть тональный крем, который и визуально подтягивает лицо, и плюс снимает следы усталости. Опять же, зрелая кожа, опять же, должны быть увлажняющие кремики, то есть, которые напитывают кожу. Несмотря на то, что это мы говорим про тональный крем. И на секунду отвлекусь, когда приезжала к нам Римма Корнеева, там, наверное, может, кстати, из вас никого не было, к нам в Минск перед форумом. Это, наверное, в 19-м году приезжала Римма Корнеева. Я, конечно, была у нее на семинаре, на мастер-классе. И я очень... Почему я это запомнила? Потому что, как говорится, это меня касается. Был мастер-класс на некоторых женщин. Она сразу говорила, какая кожа была, примерно сколько лет и так далее. Очень мне понравилось. Но я просто к чему это говорю? Что она сказала, что если за жирной кожей неправильно ухаживают все это время, к периоду менопаузы жирная кожа становится очень сухой. Представляете? Вот вроде бы жирная кожа, и тут бац, грубо говоря, через полжизни у тебя стала очень сухая. То есть ты все время неправильно ухаживала за кожей. Именно жирная я имею в виду. А почему мы это все с вами, опять же, рассказывали и рассматривали? Очень многие считают, что если у меня жирная кожа, мне не нужно никаких увлажняющих средств. Ты что, она и так жирная? А если я еще буду увлажнять, просто будет, увы и ах. А тут бац, не то. Нужно периодически увлажнять. Ну, конечно, не на постоянном основе. Но еще раз повторюсь, курс всегда любого крема где-то 3 месяца. А лучше 6. Особенно если это возрастной. Опять же, мы отвлеклись. Возвращаемся к тоналке. Значит, если тональник подобран правильно, о чем вы будете сегодня, завтра заниматься, тогда негативное воздействие из самой тоналки будет минимальным и будет больше пользы, чем вреда. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, он будет скрывать ваши поры, даже если вы их не видите. То есть, если кожа сухая, у вас пор, грубо говоря, нет. У вас все красивенько, матовое и до этого. В итоге меньше вредных веществ будет попадать в ваши поры. И просто вечером вы будете все смывать, допустим, там, мицелляркой, гидрофильным, пенкой, гелем и так далее. Так, это вроде бы я сказала. Дальше минусы ежедневного использования тонального крема. Об этом я не могла не сказать. Ну, мы все знаем, что сейчас тональный очень популярен. Подростки, ну, конечно, все зависит еще от понятия. Но в основном я сейчас посмотрю, что сейчас дети где-то 13 лет, особенно те, которые, ну, хотя, мне кажется, сейчас все сидят в Инстаграм, ТикТоке и так далее, насмотрят на всяких девчуль, советников. И в итоге они уже с 13 лет хотят пользоваться тоналками. Тем более это идет переходный возраст, различные комедоны, черные точки и так далее. И сразу в итоге тоналка, особенно если мама не разрешает, в итоге они лучше сэкономят те деньги, что родители дают где-то на столовку, где-то на какое-то питание. Они лучше сэкономят и зайдут в любой магазин масс-маркета и купят, что захотят. Поэтому лучше всего это предостеречь. И если ваш ребенок хочет пользоваться тоналкой, вы лучше у себя в интернет-магазине подберите по типу кожи. Даже, грубо говоря, тот кушон, да, он не бюджетный. Но опять же, я повторюсь, 70% скидка вполне можно взять. И вы предостережете потом последствия того, что этот ребенок может на себя навлечь. Я думаю, все видели первую картиночку очень красивую. Так, ну, любым тональником нужно уметь пользоваться. И не нужно забывать, что достоинство декоративных всех средств – это что? Это подчеркнуть, где-то выделить, где-то дать какую-то изюминку лично вам. Но очень часто, когда неправильно подобран оттенок тоналки, мы наоборот себя состариваем и плюс, ну, как бы наоборот делаем так, что на нас обращают внимание. О чем я говорю? Я говорю, вернусь опять же к себе, так как лично я не сильно умею подбирать тон, я имею в виду про себя. И плюс, у меня кожа имеет свойство, вот я, я бы не сказала, что я сильно бледная. Ну, допустим, у меня где-то иногда слоновая кость, где-то иногда естественный беж. Но за лето, сейчас не так, когда я постоянно на машине, но раньше за лето я могла загореть и очень загореть даже нормально. Но, как говорится, все-таки у нас тональник один, так, так, а ты же не будешь покупать один на зиму, один на лето. И в итоге пользуешься привычным тональником, и в итоге, увы и ах, допустим, руки загорелые, шея загорелая, все загорелое, а тоналку нанесли обычную. И в итоге мы сами делаем, во-первых, мы сдаем, что мы не умеем подбирать тональный крем, во-вторых, наоборот, появляется болезненный цвет лица. Если уже такое есть, я просто знаю некоторых девчонок, которые очень сильно загорают, и они, наоборот, хотят приглушить свой цвет и то есть делать посветлее. Тогда уже не нужно забывать, что нужно нанести тональник и на шею, и в зависимости от того, что вы надеваете, и на область декольте, то есть чтобы все было равномерно. А то получается, что на тело одели какую-то голову, непонятно кого, и в итоге человек рассекает в просторах. Вот. Дальше. Тональный крем может привести к появлению мимических морщин. Это то, о чем я говорила. Если мы создаем эффект маски, постоянно, каждый день пользуемся тональником, затем неправильно его смываем, то есть мы вроде бы и умылись, но опять же, если использовать тоник, в итоге на косметическом диске видно, что тональник еще остался. Значит, мы неправильно, точнее, не полностью смыли тональный крем. Обязательно нужно повторить умывание. Ни в коем случае не жалеем, что ой, как бы опять нужно привести кожу в порядок. Мне очень понравилось выражение, которое Оля сказала, чтобы 45 выглядеть на 35, по-моему, так, нужно начинать правильно пользоваться всем в 25. И опять же, то же самое про мимические морщины. Конечно, сейчас существует много различных массажей для лица везде фигурирует, но, как говорится, не нужно ни в коем случае делать все в ущерб себе. Дальше про жирную кожу мы уже сказали, я думаю, вы все прочитали. Кстати, плюс в жирной коже, что она меньше стареет. Но, опять же, повторюсь, если вы правильно с этой жирной кожей живете и правильно за ней ухаживаете, чтобы не пришло к тому, что в 40 лет тебе, бац, кожа стала больше к сухой. Тональный крем может спровоцировать появление черных точек. Все об этом знают и, опять же, это может привести к тому, то, что я говорила, не идеально очищаем кожу, а все черные точки от того, что получается копится, копится, копится это кожное сало, вот эта грязь, и потом оно превращается в черную точку. Но это не просто черная точка, а там еще куча всякой гадости, можно сказать. Мне, носителю когда-то черных точек, я прекрасно знаю, почему это все было. Первая жирная кожа была, чем я умывалась? Водой. Конечно, я умывалась водой. Понятие тоника до лет 19 у меня вообще не было. Ну и потом мама покупала какой-то крем, наверное, детский. Я именно, может, начала пользоваться в лет 17, а в лет 15 она мне купила баночку салициловой кислоты, чтобы я прижигала прыщи. Это я очень хорошо помню. Это первое. Второе. В наше время как-то вот этих чипсов, различных кириежек и этой газированной воды сильно не было, но я почти все детство очень много ела сладкого. Я была любитель сладкого. Все мы знаем, что все, что мы едим, отражается у нас на лице. И плюс, я думаю, вы все помните, в наше время был популярный юпи. Сейчас мы знаем, что это мега очень вредный продукт, но тогда был вообще, я помню, копила целую неделю со сдачи деньги, чтобы купить себе на выходные юпи. Вот из-за этого у меня и было вот такое лицо. Сейчас я понимаю. Ну, потому что все с одной страны и мылом я никогда не умывалась. Не знаю, почему. Я помню, когда уже поступила, у некоторых было для умывания мыло DAF, до сих пор помню. Но я не знаю, может из-за того, что я когда-то умывалась и мне мыло попало в глаза и очень долго я не могла его вымыть, то есть очень долго щипала, я к мылу относилась очень-очень плохо. Значит, минусы, опять же, ежедневного использования тонального крема. Как это все происходит? Мы наносим с вами тональный крем, целый день наслаждаемся идеальным покрытием, все красивенько, опять же, вечером забыли удалить. Про это мы сказали. Дальше, опять же, для тех, у кого или чувствительная кожа, или у кого кожа склонна к раздражениям. После того, ну, я просто чего заостряю внимание, что такие типы кожи часто не пользуются тоналками. Обязательно нужно после вот этого всего умыться, конечно, правильно, сделать легкую шлифовку лица. Да, у нас есть серия хапилинга АБЦ и лучше всего даже сделать масочку обязательно. Мне, кстати, очень понравилось в этом случае из серии Prolexir маска. Она вот именно такая, очень классная, после нее шикарно раскрываются поры. Вот лично я по себе заметила, очень мне понравилось. Так, про черные точки мы сказали. Значит, если уже где-то что-то у вас аллергия, и вы уверены, что это тональное средство, значит, попробуйте пару дней не пользоваться тональным средством. Затем, допустим, опять использовать. Если опять повторилось, значит, 100% аллергия. А, ну, конечно, все зависит от того, какая аллергия. Иногда же бывает, что аллергия, что просто даже на улицу невозможно выйти. Тогда вы, так как я говорила в самом начале, Google в помощь, просто изучите состав. Может, вы и знаете, что у вас на какой-то продукт аллергия, но просто так, как все написано на латинице или там на английском, мы не знаем. Ну, и я, например, сама лично видела, так как, еще раз повторюсь, к косметологу я хожу уже постоянно где-то с 13-го года, вот, что иногда просто нужно, опять же, если такая ситуация, как было на девушке на первом, можно сказать, слайде, в данном случае 100% нужно зайти и проконсультироваться с косметологом. То есть вообще же бывают такие, знаете, как он называется, подкожный клещ или как, ну, вот такие вот болезни, поэтому обязательно с этим нужно консультироваться. Значит, и последние минусы ежедневного использования тонального крема. Опять же, мы говорим про плотный, препятствует попаданию кислорода, это 100%. Дальше получается, что у кого-то идут прыщи, у кого-то мелкая сыпь. Вот, ничего себе, я даже не знала. И еще отсутствие естественности, то, что я, девчонки, говорила в самом начале. Когда на тебе эффект маски, я думаю, все со мной согласятся, поставьте троечки, что иногда просто, особенно если это твоя знакомая, так и хочется подойти и спросить. А ты вообще без косметики на улицу выходишь? Тебя вообще кто-нибудь видел без косметики? У нас, например, девушка, опять же, просто привожу пример, что ее никто никогда не видел без косметики. Это 100%. Она, ну, как говорится, может и слухи, но просто когда мы работали в школе, были девушки, которые вместе были с ней в лагере, когда отправляли учителей в комнате, то говорили, невозможно даже отдохнуть, потому что она ложится всегда самое последнее, чтобы все легли и быстренько смыть, как говорится, эту тону. И плюс, вот допустим, если подъем в 7, то она в 5, 5.30 уже марафет наводит, уже все на свете на себя наносит. Поэтому это на самом деле просто даже страшно. А сейчас, опять же, прошу вашей активности, как на ваш взгляд, можно ли считать современные тональные кремы безопасными? То есть то, что мы уже с вами из теории изучили, просто можно ответить да-нет по сравнению. Да, но если тональное средство подобрано правильно. Спасибо, Юля. И опять же, избегайте плотных текстур. Касаемо, допустим, жирной кожи. Да, у вас должен, допустим, быть или матирующий тональный крем, а некоторые берут стойкое тональное покрытие. Но еще раз повторюсь, это не для каждодневного. Мы с вами изучили, что 3-4 раза в неделю, не чаще. И опять же, пользуйтесь специальными салфетками. Если вы пользуетесь кистями, допустим, для нанесения, значит, очищать их. Плюс я, например, лично, вот все наши кисти продаются в футлярчиках. Поэтому я с футлярчика ими попользовалась, опять же, в футлярчик положила. Почему? Потому что они у меня стоят на моем комоде, сами понимаете. Пыль никто не отменял, различные бактерии никто не отменял. Зачем? Чтобы оно все приземлялось на кисть, а потом мы бац-бац нанесли все на лицо. И опять же, кто пользуется спонжиками, понимаем, что их нужно менять. Обязательно. Очень часто задаваемый вопрос, опять же, мы здесь учимся для себя и чтобы консультировать своих покупателей, что тональные средства могут высушивать кожу, могут вызывать появление морщин и высыпания. Мы об этом вкратце затрагивали. Опять же, если они подобраны по типу кожи, все будет хорошо. Дальше, если ты не подобрала тон, тогда это и подчеркнет морщинки, и покажет все неровности кожи, и еще что хуже, просто состарит, вас придаст энное количество лет. И если кожа склонна к высыпаниям, то, что мы говорили, нужно вообще постараться отказаться от тональных средств. Если же, ну, вы просто не можете, значит, пользоваться какими-то легкими тональными средствами, или же минеральная пудра, или же, опять я показываю, кушон. Не забываем, что у нас кушон есть серия ICUL, и еще в серии забыла, как называется. Но почему я беру ICUL? Потому что здесь один оттенок, а там несколько, и я вам уже сказала, что я не очень умею подбирать тональные средства. Раньше, кстати, я всегда брала слоновую кость. Сейчас я поняла, что слоновая кость, даже вот пудра для меня засветлая, поэтому я или естественный пеш, или же беру вообще универсальный оттенок. Откуда появился миф, что тональный крем вреден? Вот об этом мы сейчас поговорим, про то, что Оля вспоминала, крем-балет. Значит, история тональных кремов, мы возвращаемся в нашу страну, в Советский Союз прошлый, началась с черно-белого кинематографа. Тогда, чтобы на экране выглядело лицо симпатично и естественно, на кожу наносили масла, муку и мел. Об этом мы говорили. И, конечно, это вызывало различное воспаление, пересушивало кожу, шелушения различные. В России, мы помним, что в 30-х годах Макс Фактор выпустил, а в России в то время, ну не в то время, а чуть позже, был очень популярный крем-балет. Он появился в 1981 году. Эта марка сначала выпускала крема для ног, кремы для ног. Слышите? То есть, вот представьте, как быстро словили суть, то есть то, что популярно. Кремы для рук и ног. А потом резко она перешла на использование тональных основ. Балет был доступным, то есть бюджетным. И им, конечно, пользовались все. Но по своему покрытию он был очень плотным. Кожа под ним не дышала. Поры забивались. И в 90-е годы, когда вот свобода у нас появилась, можно сказать, 90-е, я думаю, все знают, все слышали, когда вот европейские товары к нам начали идти, все начали скупать бюджетные крема, кремы, вот надо себя контролировать, в которых содержались минеральные масла и вазелин. А это все равно, чтобы выкрыли себе на лицо целлофановую пленку. Опять же, так как денег не было, экономили. Но выглядеть наши дамы хотели красиво. Дети, опять же, насмотревшись, были же уже и различные фильмы, и плакаты, я помню, различные. Все делились косметикой. Опять же, я рассказывала, что где покупали нам родители. И это все приводило к различным печальным последствиям. В итоге все сделали вывод, что тональный крем вредит. И до сих пор очень многие женщины вот тех времен, которые рождены там 60-е, 70-е года, они до сих пор придерживаются этого, потому что когда-то вот это все увидели, и сейчас они этого придерживаются. Вот. Сейчас реакцию кожи на тон можно заменить, если человек неправильно использует тон. Об этом мы говорили. И если, к примеру, в составе содержится большое количество силиконов или же даже спирт, будет пересушивать кожу. Опять же, обращаю ваше внимание, в наших кремах вообще нет никаких силиконов и спирта в том числе. У нас, кстати, и тоники все без спирта, кроме матирующие. Поэтому, почему я обратила внимание, когда к косметологу я ходила, она сразу говорила, тоником можно два дня пользоваться, но только не спиртовым. Вообще, тональные кремы могут быть вредны, когда есть акне и расположенность к ним. Об этом мы с вами тоже говорили. Здесь нужно тщательно и тщательно подбирать. Но, как говорится, немножко себя похвалю. Вот в пятницу ко мне пришла девушка. Я ее, как говорится, не помню, но она пришла. Вы можете подобрать мне тональный крем. Вы мне ранее подобрали тональный. Очень и очень понравился. Хочу еще. Правда, она не вспомнила, какой она брала, но я обычно всем когда-то Диди рекламировала, когда он у нас был возрастной. Сейчас СС. В итоге, вот Юля спрашивала, я ей порекомендовала крем Твинт через два дня. Она мне писала и благодарила, что очень и очень помог. Сейчас мы с вами уже поговорим именно про тональные средства по типу кожи. Значит, если вдруг что-то упустило, поправляйте. Но об этом мы уже с вами говорили. Только, как говорится, подытожим. Значит, для жирной кожи это ни в коем случае не должны быть крема, кремы с эффектом маски ни в коем случае. То, что я проверила и что на самом деле мне нравится и работает. И опять же, повторюсь, мне очень нравится эффект. Это матирующий крем. У нас он есть, мы о них поговорим, он легкий. Дальше я перешла на BB или CC крем и кушон. Поэтому стойкое тональное средство не на каждый день мы о нем говорили. То есть оно должно быть. Но, допустим, там на свадьбу, на день рождения, к примеру, там на какую-то фотосессию, то есть вот на такие вот какие-то праздники. База. Почему я написала изредка? База только под плотный крем. Обязательно. И смотрите на тональных кремах. В основном могут не писать, но, допустим, у нас на сайте все написано, какая плотность покрытия. У нас должна быть или легкая, или средняя, но не плотная. Дальше сухая кожа. Увлажняющие все могут быть. Сыворотки. Крем-флюид. Но одним словом, на сухую кожу можно все, кроме матирующих. И опять же, они могут использовать стойкое тональное покрытие, но не часто. И здесь обязательно увлажняющая сыворотка в этой новой серии. У нас она появилась. Сыворотка-праймер. Она так и называется. Что вот... Я все забываю, как эта серия называется. И я всегда использую баночки в цвете фуксия. Вот. Вот про эти я имею в виду. Вот они у нас не так давно появились, но здесь есть все. И фиксатор макияжа, и защитный праймер, и сыворотка-праймер, и много-многое другое. И матирующий праймер, то есть... Но еще раз повторюсь, это не для каждодневного. Вот, вот, вот. Для этого у нас есть Оля, которая напишет по-английски. Дальше помним, что нормальная кожа очень редко у кого встречается, и им, можно сказать, повезло. Они могут пользоваться любыми тональными средствами, но, конечно, обязательно с SPF. Кстати, по поводу SPF другим типом кожи тоже имеется. И обязательно увлажняющая сыворотка и база. Чувствительная кожа или вообще себя оградить. Допустим, вот, кушон. Или же можно попробовать серии кислородной питания, по-моему, многофункциональный биби-крем. Если же не можете без тонального крема, тогда все легкие тональные крема, конечно, кушон можно всем. Я вообще сейчас всем рекомендую кушон, особенно тем, кто не любит тоналку. Вот это просто человек, грубо говоря, вас расцелует потом, когда увидит. Потому что, если они вообще ничем не пользовались, и потом попользовали эффект кушона, они увидят до и после. Это, можно сказать, жидкая пудра. Очень классная вещь. Ну и сейчас быстренько мы о них уже говорили. То, что есть у нас на сайте в продаже, но, опять же, повторюсь, что очень часто появляются новые средства, поэтому все не испробуешь. Значит, это тональный кушон. Значит, он появился позже, чем ICL. Опять же, повторюсь, почему я беру ICL, потому что он имеет универсальный цвет. Здесь несколько цветов, но в каталоге 4 появились сменные блоки. И я, кстати, посмотрела, кстати, я посмотрела, что это тоже вынимается. То есть, я могу тоже купить сменный блок и поставить себе в свой кушон. и это очень классно, потому что цена почти в два раза меньше, а вот именно вот этого спонжика хватает надолго. В крайнем случае, спонжики такие можно купить отдельно, именно для нанесения тоналки спонжики и менять. Здесь, опять же, повторюсь, кушон подойдет абсолютно всем и его полюбят те, кто не любит тональные основы. Но хочется быть очень красиво выглядеть и не забивать никакие поры, не морщиночки, абсолютно ничего. И очень и очень легко пользоваться. Просто очень. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, я почему сказала на 8 месяцев, потому что я бы его выкинула раньше. Вот он. Значит, мы что делаем всегда? Тан-тан-тан-тан и пошли, да? Я в итоге смотрю уже как бы ничего почти не цепляет, а потом случайно попало в сторону, а там еще столько тоналки, то есть сначала мы как бы по центру всегда промакиваем, точно так, как мы пудрой пользуемся, а в итоге по сторонам везде по кругу еще огромное количество тоналки. Поэтому я с тех пор говорю, что его хватает на 8 месяцев. Еще раз повторюсь, до этого я даже не слышала такого понятия, почему? Потому что я уже давно пользуюсь только Фаберлик. Еще раз повторюсь, у меня была ужаснейшая кожа, ну, конечно, не такая, как на первом слайде у нас девушка, благо меня, как говорится, бог уберег от этого всего, но она была реально девочке ужасная, у меня была куча комедонов, куча черных точек. И благодаря Фаберлик, ну, и, конечно, правильному уходу я с этим справилась. И в итоге кушон это вот то, что прям нужно. Его можно даже вот куда-то едешь путешествовать и так далее, всегда с собой брать, и не надо брать кучу различных финтифлюшек, можно сказать. Все, вся информация взята из сайта, поэтому, как говорится, не буду сильно заострять внимание, но обращаю ваше внимание, что все наши средства содержат какие-то вот витаминчики, аминокислоты и так далее, вот витамин Е и эссенция ириса. Дальше новинка, но обращаю ваше внимание, что это лимитированная коллекция, то есть у нас очень часто в декоративной косметике появляются под какие-то праздники лимитированная коллекция, то есть это что имеется ввиду, это различные вот этот блеск сияющим, вот эти тени и так далее, то есть это лимитированная коллекция, значит он именно имеет и успокаивающий эффект, и увлажняющий, то есть вот этот тонирующий крем желе подойдет и на комбинированную кожу кожу и на жирную кожу и подойдет и для сухой кожи, потому что увлажняющий и здесь кстати нормальное количество 25 миллилитров, поэтому обратите внимание, но здесь опять же три оттенка, вот увлажняющий крем твинт, он легкий, значит сразу обращаю внимание, наносить его, он легкий, жиденький, пальчиками, то есть выдавливаете на пальчики, вот я допустим нанесла по чуть-чуть и затем идет по массажным линиям растирание всегда, этот крем не закупоривает поры, не залезет грубо говоря ни в какие ваши морщинки, не забываем, что на область вокруг глаз мы не используем тоналку, не забываем возле ушей проработать, потому что иногда особенно если крем не подходит, так вот сделают, как будто маску надели, а дальше типа ну вот реально маску надели, а дальше все, своя кожа осталась, поэтому здесь тоже обратите внимание, три оттенка, но он увлажняющий, под глаза у нас есть или консилер, но опять же я люблю легкие, как говорится, чтобы и быстро, и чтобы и поменьше всего, потому что я редко прошусь и сами понимаете сроки годности выходят, поэтому мне очень понравился, по-моему 0,2, в общем, сейчас найду, так, 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 вот корректор, кстати, девчонки, он на акции в наших рублях на 2 рубля, 0,2, 19, экспресс-корректор вот этот, его прям очень быстро пользоваться, нужно чуть-чуть, и он опять же универсальный, вот еще раз повторюсь, я любитель универсальных, чтобы потом, как говорится, вас учу, а сама хожу и пользуюсь непонятно чем, поэтому я все люблю универсальный, опять же, обращаю ваше внимание, надолго хватает, хотя здесь и 5,3 мл, точечно вот так вот 2-3 капельки и затем похлопывающими эффектами нанести, им же можно просто я смотрю, некоторые вот так вот рисуют, я не люблю эти маски, мне буквально чуть-чуть, чуть-чуть, начинай и обращаю ваше внимание, крем твинт, вот он идеально подойдет на лето и он с SPF 25, дальше увлажняющая тональная сыворотка, для нормальной кожи хорошо, для сухой кожи хороша, для комбинированной не на каждый день, вот на жирную девочке она смотрится шикарно, но, чтобы вас не обмануть, проходит часика полтора-два и блеск просто не передать, особенно если я носитель очков, снимаешь очки, потом еще нужно очки протирать, потому что все очки в тоналке и так далее, поэтому еще раз повторюсь, это сухая кожа, это нормальная кожа и комбинированная не на каждый день, на жирную он не подходит, но он с SPF и это шикарный подарок взрослым женщинам, то есть, если вы знаете, что пользуется, им он понравится очень-очень классно, потому что идет шикарнейший омолаживающий эффект, но, девочки, семь оттенков, но компания это все предусмотрела, вот именно на эти кремы есть у нас пробнички, поэтому обратите внимание, можно, кстати, если ты редко пользуешься, набрать себе пробничков и вот, допустим, на 2-3 раза вам этого пробничка вполне предостаточно и не нужно покупать большую тоналку. Дальше, это тональное средство у нас появилось не так уж давно, серия глентим и то, что я говорила, это идет сияние. Очень классно подойдет тем, у кого тусклый цвет лица, вот такой вот болезненный цвет лица, никого не обсуждаю, но шикарнейшая вещь для тех, кто курит. Со временем у них появляется вот нездоровый цвет лица, шикарнейшая штучка, но опять же обращаю ваше внимание, три оттенка, есть SPF 25, то есть степень защиты, и здесь идет, содержит формулу нового поколения Skin Moon, что это значит? Это комбинация экстракта каких-то конеров, не знаю, что такое, апельсинового сока, оливковых листьев и так далее, то есть все то, что мы с вами читали, можно сказать, теории и опять же омоложения кожи. Двойной тональный крем. Классная штучка для тех, кто хочет сэкономить, сразу говорю, почему, потому что он содержит и базу, и тоналку. Здесь два оттенка, то есть два оттенка имеется в виду не из-за того, что здесь два нажатия, а то есть в тональнике два оттенка, база одного оттенка, а тональника два оттенка. SPF 25 он нежирный, легко наносится, его можно наносить и пальчиками, и спонжиком, и кисточкой, но опять же для жирной кожи не подойдет, а вот для сухой, нормальной и комбинированной очень подойдет. У меня, кстати, есть женщина, которая очень любила этот крем, очень любила, она пользовалась, ну взрослая женщина, она пользовалась этим тональным кремом, а вот базой она вообще не пользуется. И где-то она мне сказала, что, мол, Оля, для чего вот этот белый колпачок, там бла-бла-бла, я ей, конечно, рассказала, она, ну я не знаю, им не пользуются, говорю, вы вообще не пользуетесь, она, нет, я как бы вообще не пользуюсь. Я говорю, слушайте, то вы приносите эти банки, я буду девчонкам, которые красятся, ну базы раздавать, вы все равно ими не пользуетесь. А, ну хорошо, мне не жалко, я хотела выбросить. И она мне, чтобы вас не обмануть, может 5 банок принесла. Я, если женщина пользуется каждый день, 2 месяца и он закончится, потому что там, если я не ошибаюсь, 30 миллилитров, то есть в 1,15. И в итоге все, как говорится, остались довольны. Те, кто никогда не пользовал базу, взял, попробовал базу и потом заказывал, или же кто-то экономил, в итоге бац и есть база. Но еще раз повторюсь, для меня шикарнейшая вещь, база, это вот, что у меня есть и аналог крем-блер. Стойкое тональное средство, то, что я говорила, для жирной кожи подойдет идеально, для комбинированной подойдет идеально, для тех, кто сильно потеет, подойдет идеально, но еще раз повторюсь, не для каждодневного использования, потому что эффект маски есть, натуральный финиш, что значит натуральный финиш, без блеска, но в чем этого средства плюс, что он не стягивает кожу, то есть не так, что вот, как я говорила, все морщиночки и так далее и тому подобное, и по-моему, если я не ошибаюсь, он сейчас на акции. Тональный флюид, раньше он у нас был в другой упаковке, то есть баночка была похожая, но немного другой, это тоже легкий тональный крем, сразу вот именно такой отдохнувший цвет, но опять же повторюсь, три оттенка, я их все пробовала, но мне, опять же повторюсь, из-за того, что в период сезона кожа меняет оттенок, очень сложно подобрать, поэтому я люблю более универсальные оттенки во всем. Вот это увлажняющее тональное средство, несмотря на то, что оно часто на акции, очень классный бюджетный крем, давайте не будем забывать, девчонки, что в стоимость крема всегда входит упаковка, там что-то в коробочке, что-то без коробочки и так далее, то есть это все включено в стоимость. Здесь простая бюджетная упаковка, но кроме жирной кожи подойдет всем и вот этот тональный крем можно и рекомендовать подросткам, если они хотят пользоваться этим, ну, тональный крем. Лучше взять нормальный крем у нас, чем они пойдут и купят непонятно что в масс-маркете. И опять же с SPF, но здесь, девчонки, девять оттенков. Они раньше было меньше в старых, по-моему, пять было раньше в старой упаковке, а сейчас они разделили, то есть вот у каждого свои есть нюансы, но опять же повторюсь, на жирную кожу не подойдет, будет течь. Тональное средство с чайным деревом. Это тоже, во-первых, имеет, мы все с вами знаем, что такое чайное дерево, оно намного сильнее, чем салициловая кислота, шикарно подойдет для носителей комбинированной жирной кожи. Опять же, подросткам, то есть увлажняющая, если сухая кожа, если у ребенка жирная, лоснистая кожа, куча комедонов, да, оно никак не заканчивается, потому что жиденькие, почему я сейчас все. Если хотите, чтобы быстрее закончилось лайфхак, пользуйтесь спонжем. Спонж много что впитывается, в итоге, как говорится, быстро закончится. Витамин В3 содержит, дальше, плюс, он регулирует работу сальных желез, вот, и все, все, все скрывает. Опять же, вернусь, то есть, вот нашей девушке с первой картинки нужно было бы пользоваться вот таким, но она решила показать ВАЛ. Вот этот тональный крем, который я всем рекомендую, он иногда бывает, ну, так как я с Белоруссии, то, что я люблю, я всегда просматриваю, без скидки, он 23 рубля по каталогу, а иногда бывает, кстати, его в этом каталоге нет, а нет, есть, вот 23 рубля, а иногда бывает 14 рублей по каталогу. девчонки, особенно если вы пользуетесь тоналками постоянно, берите и еще раз берите. Здесь и универсальный цвет, то, что я люблю, жиденький, пользуюсь пальчиками. Дальше, скрывает все несовершенства, лицо ровное, красивое, но тоналки не видно совсем, плюс SPF, то, что я говорила, дальше, не забываем, что во всей серии корейская косметика содержатся очень полезные микроэлементы. Здесь ингредиент вы видите, что там, не знаю, Оля пусть прочитает, лау-плант, а первое слово я прочитать как-то не могу, но еще раз повторюсь, проверен, и я всем-всем-всем рекомендую, кто, ну, не знаю, я как-то тоналкой не пользуюсь, вот это ваш клиент, будут благодарить. Ну и увлажняющий кушон, не буду на нем останавливаться, но это мой любимчик, для тех, кто тоналкой не пользуется совсем, универсальный цвет кожи, цвет кожи, универсальный цвет, и очень легко использовать, и увлажняющий как флюид, но опять же повторю, если жирный крем, я вам рассказывала, нужно, чтобы он впитался, иначе будет скатываться, а это бюджетные кремики? Нет. Под глаза у нас есть отдельные штучки. Дальше. А на эти крема, кремы, контролирую себя, очень мало кто обращает внимание, я просто заметила. Значит, сразу говорю, их у нас два, у нас сначала появился многофункциональный биби-крем, как говорится, я в компании почти 11 лет, есть с чем сравнить. Значит, этот крем на жирную кожу не подошел, но вот это, опять же, шикарнейшая штучка для тех, кто не пользуется тоналкой. то есть кушон девчонки подороже, ну, как бы вы же знаете, например, 43 рубля, многофункциональный биби-крем, он у нас, так, подождите секундочку, кто-то что-то хочет, да, здрасте, нет, а что вы хотели? Нет, не работаю. Я вообще до среды не работаю, давайте я вас перенаберу, у меня обучение, и вам расскажу все. И, значит, если человек хочет побюджетнее, смело можете его предлагать. Здесь идет и крем, и тоналка, но тоналка легкая, опять же, подстраивается под цвет кожи, и его хватает надолго, потому что одного нажатия легенько на одну щечку, второе на вторую, и разнесли. Но еще раз повторюсь, на жирную кожу у нас есть матирующий тональный крем, и плюс он имеет, опять же, успокаивающий, успокаивающий вот водоросли, которые нужны для вот особенно проблемной кожи, у которых много различных комедонов. Поэтому еще раз повторюсь, если человек хочет бюджетные, вот вам два варианта сразу. Но еще раз повторюсь, чтобы уметь рассказывать, все нужно попробовать. Конечно, все попробовать невозможно, но для этого у меня, например, принцип, я все всегда беру новое, то есть не значит, что я люблю проликсир, и все, я уже 10 лет пользуюсь проликсиром, но правда, 10 лет нет у нас компаний. Я каждый раз пробую наши новые кремы, и сейчас я смотрю на вот эту красную, опять же, я забыла, как называется, которая возрастная, эффект вау за 7 дней, мне очень нравится, но опять же, так как я люблю пользоваться сериями, вот, спасибо, Люба, Миракли, нужно ее собрать, но по-моему, в следующем каталоге она на акции. Так, и сейчас помощники, на которые обращаю ваше внимание. Значит, если у вас густые тональные крема, ни в коем случае их не наносим руками, ни в коем случае. Значит, для этого есть вот такой спонж косметический, его очень часто применяют в профессиональной, профессиональном макияже. Кстати, этим спонжем можно именно и консилеры разносить вот под глаза и так далее, все им разносить, его хватает надолго, но сразу говорю, это не значит, что вы купили и пользуетесь им энное количество лет, нет, так как тоналка постоянно впитывается туда постепенно, постепенно, потом, особенно, если вы много чего меняете, делаете различные манипуляции, потом посмотрите, оно у вас не будет делать того эффекта, потому что там будет смешиваться. Конечно, можно помыть, я ничего не имею против, но я всегда, как говорится, смотрю наперед, вот смотрите, чем вы его помоете, просто водой, вы его никогда в жизни не отмоете, потому что он будет постоянно жирный, постоянно будет оставаться тоналка на руках, его нужно мыть только или с жидким мылом, или с обычным мылом, а может с каким-то даже средством. Девчонки, а где вариант, точнее, а где гарантия, что вот это жидкое мыло, или еще там лучше, средство для посуды, даже если оно фаберлик, где гарантия, что оно оттуда из глубин вымылось полностью? Вы что посчитаете, что пены нету, значит вымылось, а где гарантия? И потом, извините, даже если это средство фаберлик, но средство фаберлик, это средство фаберлик, в итоге оно не должно быть для для лица, поэтому я, например, считаю, что чтобы потом не ходить по различным дерматологам и так далее и тому подобное, лучше или меня часто, или же вот бюджетный вариант, вот вам пожалуйста, спонжи для нанесения тонального средства, они бюджетные, по-моему, в Беларуси 4,29, значит 6 штук, хватит, нормально, один, откуда вы знаете, что его нужно менять, он просто, вот если он, допустим, такой, он просто вырастает, он просто сразу вырастает и в итоге получается, я сразу использую другой, плюс еще здесь в чем, что он разных цветов, то есть один вы можете использовать под базу, допустим, если она у вас жидкая, но допустим, если крем-блер, я все наношу пальчиками, или же вот, допустим, консилер размазывать, вы знаете, что этим вы размазываете консилер, этим вы размазываете тоналку, очень бюджетная, обратите внимание, меня берут, ну, я смотрю, заказывают редко, но тот, кто попробовал и тот, кто любитель тоналок, берет постоянно, ну и это отдельная девчонки штучка, еще раз повторюсь, я попробовал, у меня, правда, в старой упаковке, у нас сейчас они в новой упаковке, вот, после того, когда я попробовала кисть, я никакими спонжиками не пользуюсь, шикарнейшая вещь, экономия тоналки, дальше очень классно вот именно распределяет, также там нежные, очень нежные вот эти ворс, он так классно, ну, эффект просто вал, даже, вот, я иногда просто даже поводить по телу, прям, такая, как дрожь, то есть, вот, эти наши кисточки, и тем более, сейчас они до 13 на акции при покупке двух, прям, просто рекомендую обратить на них внимание, у меня или 4, или 5 для теней, потому что, чтобы их не мыть, в основном, пользуешься постоянно одними же, ты же не будешь, как говорится, одной кисточкой наносить и светлые, и темные оттенки, плюс у меня есть очень с блестками тени, и потом же я не буду эти тени с блестками наносить матовые, ну, сами понимаете, поэтому я, разные, были и пальцы, были и спонжи, но, как говорится, есть с чем сравнить, поэтому тоналку пожирнее, которой я пользуюсь очень редко, я наношу кисточкой, вот этот мой кремик я наношу пальчиками, кушон есть у нас чем наносить, но, опять же, повторюсь, просто нужно попробовать. на эту тему мы уже поговорили, что, опять же, повторюсь, не могу за всех отвечать, но, так как я уже более 11 лет пользуюсь только продукцией компании Faberlic, до этого была в других двух сетевых компаниях, но в одной, можно сказать, я там была где-то 3-4 месяца, почти ничего не попробовала, а в одной компании, которую мы все знаем, я была, может, года 3, и, опять же, повторюсь, я считаю, что покупать напрямую со склада это намного полезнее и увереннее в себе, и так как у меня есть чем сравнить, и я знаю разработки наши, и знаю, кто разрабатывает, как к этому всему относятся, и плюс была на фабрике компании, видела все, доверяю только Faberlic, по другим магазинам не хожу, опять же, у нас принцип ни на кого ничего плохого не говорить, но были у меня такие случаи, что я пробовала брендовые и помады, и тени, и пудру, мне ничего не подошло, не знаю, почему, опять же, у меня очень чувствительные глаза, может быть и это, ну, мы про это говорили, что если вы вот эффект тоналки сегодня нанесли просто в вау, значит, обязательно хорошо почистить кожу, опять же, пилинга БЦ, или же, если пилинга нет, маску. Ошибки многих. Пользуются тональным средством редко и не следят за сроком годности. Вот кто-то мне говорил, а сейчас, девчоночки, лайфхак из лайфхаков. Значит, смотрите, на тональном средстве всегда пишут, что срок годности в основном, значит, тональные средства, которые тональные средства, срок годности три года. Тональный крем, который с кремом, то у нас в основном 18 месяцев. Если кто-то не заметил, у нас срок годности на всю продукцию в основном 18 месяцев, очень редко бывает 24. И в итоге все смотрят, так, значит, у меня, допустим, куплен в 20-м, допустим, году, еще, допустим, три года, значит, он годен до 23-го хватает. Вот не знаю, увидите вы или не увидите, я думаю, вы не увидите, но на каждом тональном средстве, и не только на средстве, на каждом кремике, на пудре, на помаде, везде-везде, сзади на обороте всегда есть такой значок, как баночка открытая и написано 12 12-м, 8-м, 6-м, 24-м, а знаете, что это значит, что после вскрытия этот крем годен только 6 месяцев, а сейчас после вебинара рекомендую всем, кто говорит, я пользуюсь очень и очень редко, перед тем, как смотреть на просто срок годности, вы вспомните, примерно, когда вы его купили, особенно, когда вы им редко пользуетесь, и если после вскрытия 6 месяцев, жалко, не жалко, но это должно пойти в утиль, потому что это лицо, да, на все, полностью на всем, зубная паста, мыло, жидкое, средства для посуды везде есть, дальше, вот допустим, на пудре, 24 месяца после вскрытия, так, здесь нету, у меня просто здесь, а вот, есть у меня крем для рук, тоже 6 месяцев после вскрытия, кушон, здесь нету, это будет написано на коробочке, более подробно, поэтому, девочки, проверьте все, еще раз повторю, жалко, не жалко, но ваше лицо все запомнит, и как Оксана где-то недавно, не помню, в каком чате, сказала, что то, что мы едим, кишечник наш никто не видит, а вот то, что мы наносим на лицо, наше лицо все видят, поэтому обязательно посмотрите. Дальше, об этом мы говорили, считают, чтобы тональник не тек, не нужно пользоваться дневным кремом, мы это разобрали, неправильно умывается, опять же, мы разобрали, если вы пользуетесь тоналкой очень сильно, вам обязательно в помощь гидрофильное масло, не меньше, неверно подобран тональный крем или тон, об этом мы тоже говорили, пренебрегают кремами с СПФ, а мы про это тоже говорили, что СПФ в первую очередь предотвращение преждевременного старения кожи, обязательно, и дальше делают каждый день профессиональный макияж, про то, что мы говорили, закупоривают кожу, в итоге высыпание преждевременное старение, опять же, повторюсь, это ошибки не всех, но многих, и на этом мы уже заканчиваем домашнее задание до следующего вебинара, не забываем, что у нас обучение один раз в каталог, значит, сделать анализ своей косметички, прислать фото вашего тонального крема, не переживайте, если это не Фаберлик, мы вас не побьем, и сделать вывод, первое, после нашего изучения, правильно ли он у вас подобран, второе, посмотреть сроки годности, может окажется, что у вас нет тонального крема, дальше, если у вас нет тонального крема, можете еще раз спросить, как подобрать, или же вы просто прислали, что вы выбрали, и проконсультируйтесь, правильно, у меня такая-то кожа, такие-то проблемы, подскажите, или правильно я подобрала себе тон, опять же, сейчас, по-моему, две тоналки на акции, если я не ошибаюсь, почти в каждом каталоге есть у нас тональные крема, дальше кисти сейчас на акции, как говорится, сейчас по-быстрому все показываю, на акции тональное средство сиянием, то, что я говорила, с SPF 25 на тусклую кожу подойдет, опять же, кто хочет маскировку консилер на акции и на мега крутой акции 6 рублей 89 копеек для жирной кожи, тонального средства с маслом чайного дерева, вот это, что у нас на акции, если же вы хотите, допустим, кушон или SS, кто не забрал лайк, добро пожаловать на то, что нужно брать, если я не ошибаюсь, кушон 17 рублей 40 копеек по лайку, ну, это опять же в Беларуси, и не включила девчонки, но кто очень сильно боится, плюс, как говорится, считая деньги, ну, всякие бывают ситуации, обратите внимание на бюджетный крем SS, крем серии Вербена, он чем-то похож, чем-то похож вот на эти кремики, но дешевле в два раза, поэтому обратите на него внимание, артикул его 0974, ну, и, конечно, не забываем про рефлексию, которая делается быстро, да, я тоже Вербена, это были первые кремики, написать отзыв твой успешный старт, чтобы кто еще у нас нету в клубе обязательно пришел, кто не пришел, чтобы была мотивация посмотреть вебинар, несмотря на то, что час сорок, ну, и не забываем продублировать продукцию, потому что кто-то даже не знает, что у нас есть такой клуб, а всего лишь 25 баллов можно уже участвовать, ну, а у меня все, запись будет, час сорок одна, все будет, пересмотреть на досуге где-то можно будет.